МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала и я, Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Предприимчивые бизнесмены подделывают государственные награды. Ордена и медали продают от 5 до 15 тысяч тенге. Лимфодренаж – полезная медицинская процедура при лечении многих заболеваний. Два лимфостинга стоимостью более 3 миллионов тенге. Каждый работает в клинике имени Хафиза Макожанова. За путевку за 20-й юбилейный республиканский конкурс «Жаскана» будут бороться 24 вокалиста и 15 ведущих нашего региона. В Караганде разгорается скандал из-за медалей и орденов. Ветераны и ликвидаторы впоследствии Чернобыльской аварии пишут друг на друга в правоохранительные органы. Координационный совет «Союз ветеранов Чернобыля», во главе которого стоит Абельда Абдикаримов, пытается доказать правоохранительным органам факты незаконной продажи орденов и медалей «Красной звезды», героя СССР, ордена Ушакова за отвагу. Оппонирующая же сторона называет Абдикаримова пиарщиком. Подробности у Аймамрины. Абельда Абдикаримов – участник чернобыльских событий. С его слов, в момент одного из первых взрывов он служил на Украине под Киевом, был военным химиком-разведчиком, получил сильное облучение радиационными волнами при чернобыльской аварии и был госпитализирован. Потом его отправили на родину. В Карагандинской области он работал на шахтах, но получив инвалидность, стал заниматься общественной работой в регионе. С 2010 года занимает должность председателя Республиканского координационного совета «Союз ветеранов Чернобыля». Общественник возмущен легкостью, с которой предприимчивые бизнесмены подделывают государственные награды, ордена и медали и продают по 5-15 тысяч деньги. На сегодня есть вот такая вот эпидемия и медали мания. Не только у нас, у афганцев тоже есть, у семи палатинцев. От 5 до 15 тысяч, в зависимости от того, кто хочет купить. Понимаете, сейчас вот я сам лежал в госпитале, столкнулся с тем человеком, который рекламирует эти медали, ордена. Совет АЮЭЛ уже открыто продавали. Со слов общественника, ему дико осознавать, что патриотизм так обесценивается. Продавцы медалей реализуют их в госпиталях, предлагая купить за 15 тысяч деньги. Ко всем наградам есть сертификаты. Особенно спекулянты активизировались именно сейчас, ведь в этом году исполнится 30 лет с момента трагедии на ЧАЭС. Оригинальный представитель Ассоциации юридических лиц «Союз Чернобыль» Олег Ким опровергает претензии общественника Абильды Абдикаримова, называя их способом пропиариться. Ордена, так называемые, они не носят характер правительственных каких-либо наград государственных. Они носят характер памятных знаков, нагрудных. Мы, председатели общественных объединений чернобыльских, не являемся изготовителями. Если, значит, мы приобретаем, то за счет спонсорских денег, спонсоры нам помогают, и мы за счет их средств приобретаем, и таким образом отмечаем своих членов объединений наших, я думаю, в этом ничего плохого нет. Оба общественника написали заявление в правоохранительные органы и требуют разобраться, кто прав, кто виноват. В случае подтверждения продажи государственных наград это можно приписать новой форме зависимости под названием медалемания. Выход из зимнего периода, как всегда, показал, что наши дороги не выдерживают даже газичной эксплуатации. Там, где вчера можно было ездить с комфортом, сегодня возможен проезд только с ограничениями. Первый заместитель Акима области Асубек Дюсюбаев провел совещание по вопросам развития дорожной отрасли области в текущем году. На совещании присутствовали руководители областных управлений караганинского филиала акционерного общества НКК «Завторжол», а также руководители акиматов городов и районов в режиме видеоселектора. Кроме того, на совещание были приглашены основные подрядные организации, осуществляющие ремонт и содержание как областных, так и республиканских дорог. Предполагается, что после проведения ремонтных мероприятий в области будет достигнуто 75% дорог только хорошего качества. Первый заместитель Акима области Асубек Дюсюбаев отметил, что на 2016 год запланировано выделить на эти работы 38,2 миллиарда тенге. При этом будет отремонтировано 510 километров автомобильных дорог общего пользования. На город Караганду трансфер с областного бюджета составляет 3,553 миллиона тенге, будет отремонтировано 28 километров дорог. При этом будет создано порядка 2000 рабочих мест. Согласно разработанной дорожной карты ремонта дорог в области по автодорогам республиканского значения будет отремонтировано 231 километр, в том числе реконструкция 93 километра, капитальный ремонт 22 километра, средний ремонт 116 километров. По автодорогам областного значения будет отремонтировано 219 километров, в том числе реконструкция 9 километров, капитальный ремонт 2 километра, 1 мост, а средний ремонт 208 километров. По целевым трансфертам, районам и городам будет отремонтировано 32 километра. На сумму 660,4 миллиона тенге. Это районы Абайский, Актагайский, Шетский, Жанаркинский и города Каражал, Тимиртау, Жасканскан, Сарань. В Карагандинской транспортной прокуратуре рассказали о проделанной работе с начала года. Всего за три месяца к административной ответственности привлекли 14 человек. По актам прокурорского реагирования возмещено в государственный доход более 8 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности было привлечено два должностных лица за незнание так называемого правила Миранды. С прошлого года введена норма, обязывающая сотрудников органов уголовного преследования при задержании устно объявлять задержанному лицу его права и обязанности. В органах линейной полиции была проведена проверка на знания сотрудниками правил Миранды, которая показала, что несмотря на действия УПК более одного года, не все сотрудники знают права и обязанности, которые необходимо объявлять при задержании. По результатам проверки оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией, защищены конституционные права граждан, по результатам которых в дисциплинарном порядке наказано 12 должностных лиц ЛУВД. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр «Сити Молл». Третий этаж. К другим новостям. Среди карагандинцев набирает популярность процедура вакуумного массажа. Лимфостинга – так называется прибор. Он улучшает лимфа и кровообращение в нижних и верхних конечностях. Как работает лимфостинг и чем он полезен, вы узнаете из материала о сельце Занбаевой. Вакуумный массаж помогает устранить отеки и боли в конечностях. Венозную недостаточность, артроз, подагру. Также он нашел свое применение в онкологии, после радиотерапии. В эстетических целях его используют при ожирении, варикозе и детоксации. Курс лечения 10 дней в год. Два раза можно пройти по 10 дней. Сколько вы уже работаете? Работаем. Три года уже работаем с этим аппаратом. Производство Великобритании. Уже три года мы спокойно работаем. Процедуру вакуумного массажа в клинике проходит за день минимум 15 человек. Противопоказаний нет. Ограничения для людей с онкологическими заболеваниями третьей и четвертой степени. А также подобное лечение нежелательно для лиц, не достигших совершеннолетия. Стоимость одной процедуры более тысячи тенге. Асир Сазанбаева, Лжас Габасов, Александр Терекидзе, первый карагандинский. В Караганде на проспекте Бухаржирау в районе 45-го квартала произошла массовая драка, инициаторами которой стали водители маршруток. Драка была запечатлена на камерах видеонаблюдения Центра оперативного управления. По информации ДВД области, изначально дрались двое, затем к потасовке присоединились еще несколько мужчин. Они дрались прямо на проезжей части около остановки. Самое интересное, никто из водителей авто не решился их разнять. На место происшествия был отправлен наряд полиции, инициаторов беспорядка удалось задержать. На место было направлен наряд полиции. Сотрудниками полка дорожного патрульной полиции по горячим следам задержаны 35-32-летние работники маршрутного автобуса, в дальнейшем доставлены в отделы полиции. Обстоятельства выясняются. Данный факт зарегистрирован в едином рейсторе досудебного расследования по статье 293, часть 1-го уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство. Видеозапись камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления УВД города Караганды приобщены к материалам уголовного дела. В настоящий момент проводится расследование. В Караганде состоялась жеребьевка участников 20-го областного конкурса молодых исполнителей и ведущих шоу-программ «Жасканат». В конкурсе принимают участие представители всех регионов Карагандинской области. В этом году бороться за звание лучших будут 24 вокалиста и 15 ведущих. «Жасканат» – это большой ежегодный республиканский конкурс, где зажигаются новые звезды казахстанской эстрады. За титул лучшего исполнителя в этом состязании борются талантливые музыканты со всех регионов нашей страны. За годы проведения «Жасканат» открыл целое созвездие талантливых певцов, чьи имена сегодня известны всему Казахстану. Среди них много имен карагандинцев – Кайрат Бакенов, Роман Ким, Динара Турлина, Юлия Штыкова и многие другие. А лауреатом прошлого года стала Лаура Айдбаева. «Я очень рада, что с каждым годом количество участников растет. Конкурс дает возможность раскрыть новые таланты. Все пришедшие готовились очень долго и тщательно, и мне кажется, все они уверены в своей победе. Желаю всем участникам удачи». Ержан Сирикбаев увлекается вокалом уже давно. Он участник многих конкурсов. «Жасканат» участвует впервые. К подготовке подошел со всей серьезностью и поэтому уверен в своих силах. «В Караганде я представляю свой родной город Балхаш. Я очень рад представлять свой город. Я очень люблю петь. Я готовиться уже пою, как 10 лет, как уж пою, занимаюсь пением. И, конечно, готовились мы со всей силой. И завтрашний день определит наш труд, наш плод. И желаю всем удачи». Конкурс будет проходить в два тура. Первое – исполнение патриотической песни. Второе – произвольная программа. В завершении гала-концерт с участием лауреатов прошлых лет и церемония награждения победители получат путевку на республиканский 20-й юбилейный конкурс. Асель Сазымбаева, Исламбек Успана, Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Карагандинские умники и умницы приехали с призовыми местами. В альтернативной олимпиаде по математике из Караганды участвовали 22 школьника. 14 из них заняли почетные места. Олимпиада проходила с 25 по 30 марта в городе Кухшетау. Сегодня на железнодорожном вокзале победители встречали учителя и родители. В альтернативной олимпиаде по математике участвовали более 40 школ из пяти областей Казахстана. Задания на логику прошли в три тура. Первые три дня детей подготавливали к олимпиаде, а 28 и 29 марта состоялась борьба умов. Ученик 39-й школы Мурадбек Ерслутан рассказал свои впечатления о республиканской олимпиаде. Мы приехали в лагерь Сункар в городе Кухшетау. Мы прошли три тура. Задания были очень трудные, но мы успели отдохнуть. Мне там очень понравилось. Я занял первое место. Гордые за своих чат родители благодарили учителей за знания, которые они дали детям. В подготовке к республиканской олимпиаде помогал и научный центр Куркем. Первый тур прошли. 22 ребенка поехало в лагерь. На второй тур Республиканской альтернативной олимпиады по математике. Все благодаря нашим учителям. Около 300 школьников со всего Казахстана приняли участие в Республиканской альтернативной олимпиаде по математике. Ребята со 2 по 6 классы показали свои знания и получили хороший заряд на завершающую четверть учебного года. Лариса Хусейнова, Жахстулык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Мастер-класс у чемпиона. Серик Сапиев встретился с личным составом полка Дорожно-патрульной полиции УВД города Караганды и показал несколько боевых приемов стражам порядка. Спортсмен, как настоящий профессионал, сразу же перешел от слов к делу. Серик Сапиев, строгий тренер. Сейчас будем тренироваться. Направо, шагом марш. В целях повышения профессионализма и боевых качеств личного состава карагандинской полиции знаменитый боксер в течение часа показывал и обучал навыкам боксерского мастерства. Вот, внимательно смотрим. Уклон. Уклоняешься, противник бьет. И снизу поднимаем. Вот, отлично. Одна рука у подбородка. Вторая. Чуть впереди. Правши вот. Шагаем первой ногой и это и бьем так же. Все, по-моему, занимались, да? Серик Сапиев был доволен физической подготовкой сотрудников полиции, но не давал им расслабиться. Знаменитый боксер заставлял полицейских по несколько раз отрабатывать движения, пока они не станут идеальными. Стражи порядка, хоть и не подавали вида, но были очень рады подобной тренировке. Провели мастер-класс хороший. Вижу, что ребята, наша полиция, очень готовы спортивно. Я наблюдаю за ними, все выполняют координированные, поэтому было очень приятно, что они, скорее всего, занимаются спортом где-то. Ну, в целях, конечно, сами знаете, пропаганды здорового образа жизни, мы это все мастер-классы проводим. В свою очередь, командир полка Дорожной патрульной полиции местной полицейской службы УВД города Караганды, полковник полиции Сымбат Торибеков от себя и личного состава полка поблагодарил за проведенный мастер-класс боксера. В конце мероприятия чемпион сфотографировался с сотрудниками полиции. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе – первый карагандинский. И еще об одном. Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов завоевал путевку в Рио. В китайском Тяньяне стартовали полуфинальные поединки лицензионного боксерского турнира Азиатско-океанской зоны отбора на Олимпийские игры. Аблайхан Жусупов в полуфинале квалификационного турнира выиграл у китайского спортсмена Кян Сюня Хю. Счет 3-0 в пользу казахстанца. В турнире вместе с Аблайханом принимают участие Кайрат Иралиев, Жанебек Алимханов, Олжас Сатыбаев, Адельбек Ниазбетов, Иван Дычко и Дарига Шакимова. Тройка лидеров по окончанию турнира получит олимпийскую лицензию. Первенство в городе Нанкин продолжится до 2 апреля. В этом году мы с вами были в первую очередь, а мы с вами были в первую очередь. Аблайхан. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Мансово Умстар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok